Свой профессиональный праздник отмечают поборники наук, служители просвещения и прогресса. Сегодня Всероссийский день науки. В эти дни ученые Якутии подводят промежуточные итоги второй комплексной экспедиции в республике, рассказывает Иван Подойницын. В канун Всероссийского дня науки кураторы второй комплексной экспедиции рассказали о своих промежуточных результатах. В исследованиях ныне задействовано около 1800 научных сотрудников. Работы осуществляются в пяти выбранных направлениях. Это повышение качества жизни населения Якутии, прогнозирование и предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение промышленного, энергетического, сельскохозяйственного, транспортно-логистического и информационного развития, а также обеспечение социально-экономического прогресса и обеспечение продовольственной безопасности. Первые два года, в основном, хотелось бы, чтобы они были связаны с экспедиционными работами, чтобы мы еще раз оценили ситуацию, еще раз оценили те результаты, которые имеются сегодня. И, конечно, будут определены те направления и будут сделаны такие выводы, которые будут направлены на корректировку. В скором времени, по словам ученых-кураторов, следующий этап – это концентрация и консолидация полученных результатов. Затем уже по определенным тематикам будут проводиться конкретные исследования совместно с ведущими научными школами Российской Академии Наук. Конечные результаты ориентировочно ожидаются в 2020 году. В планах на их основании выработать рекомендации и предложения правительству страны и республики по дальнейшему использованию ресурсов Якутии. На данный момент пять вышеозвученных направлений уже реализуются в 114 проектах. Если говорить о медико-биологических исследованиях, то это прежде всего оценка современного состояния здоровья различных групп населения. Значит, вот эта задача, я бы сказал так, где-то на две трети, она была в 16-м году выполнена. Мы на сегодня имеем информацию, какие основные проблемы в состоянии здоровья характерны для жителей нашей республики. А в Русском драматическом театре сегодня прошло торжественное собрание научной общественности республики. По традиции на мероприятия награждали и чествовали заслуженных деятелей науки. В этом году наше традиционное январьское совещание работников образования стало февральским совещанием работников образования и науки. И 6-7 февраля, вот вчера, позавчера было довольно-таки много обсуждений, круглых столов, семинаров. В общем, много площадок для того, чтобы работники и образования, и науки встретились, обсудили свои проблемы, выработали какие-то свои цели, задачи. Иван Подойницин, Владимир Павлов, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.